Итак, ACL. Акцесс листы. Смотрите. Как акцесс листы? Это просто листы. Кому что можно. Для тех, кому трудно работать с UGO, дирекционными правами. На самом деле, за всю свою жизнь с Unix я три раза включал в продакшене акцесс листы. То есть, реально в большинстве случаев можно разрулить при помощи UGO прав. Тем более, в современном мире, где высокая степень изоляции вообще всего и вся, и в общем, не очень нужно. Но бывают случаи, когда их хочется включить. Соответственно, давайте... Да, то, что стоят... С ними все просто. Просто у вас, кроме UGO, становится еще... Вы можете раздавать отдельно права пользователям или группам. Разные права. Вот такая вот вещь. Значит, то, что... Давайте я что-нибудь сделаю. Какой-нибудь файлик сделаю с ACL. Так, cddir1 здесь работали, по-моему. Ну, предположим, я на файл 1 добавлю ACL. Я, например, хочу, чтобы set FACL, чтобы минус M, по-моему, да? Минус M, да? Минус M, да. Я хочу, чтобы, соответственно, юзер... Да. Я хочу, чтобы юзер студент... Чтобы юзер студент имел права rwx на файл 1. Что у нас получилось? Смотрите. Во-первых, у нас файл... Ну, понятно, зелененький, не зелененький. Это неважно, может быть, может не быть. Но вот здесь появился плюс. Видим, да? После прав файла появился плюс. И это значит, что у файла есть расширенные права со целями. Очень часто на собеседованиях рисуют этот плюс и спрашивают, а что это? Вот. Что это такое? Ну, собственно говоря, как работать с этими правами? Есть две команды. Извините, что это такое? ACL на файле навешиваемых. Как что это? ACL. ACL. Акцесс-лист, да. ACL. Вот. Значит, работать с ним надо командой getfacl. Вот такая команда. То есть, получить акцесс-листы файла, да. Файл какой? Ну, давайте сначала посмотрим, как это выглядит на обычном файле, на котором нет ACL. Вот файл 2, на нем нету ACL. Здесь все просто, да. То есть, owner такой-то, group такой-то. Вот на юзеры такие права, на группе такие права, на asa права другие. Теперь давайте посмотрим, как у нас выглядят права на единички. Getfacl 1. Вот. Тут уже мы видим, что есть дополнительные параметры. Юзер у нас, student, имеет права rwx на этот файл. Просто юзер, owner, да, имеет по-прежнему rw-. Group имеет права rw-. И asa имеет rw-. Есть еще некий дополнительный объект, который называется mask. Значит, давайте мы посмотрим, что у нас было с файлом. Смотрите, у нас до того, как мы навесили ACL совсем другому пользователю, права у файла были вот такие. И группа у нас имела такие права. После того, как мы навесили ACL на файл 1, у нас, во-первых, появился плюс, во-вторых, у нас стали rwx вот здесь, на месте группы. На самом деле, если на файле есть ACL, то во второй тройке пишется не права группы, а пишется вот этот параметр mask. Вот обратите на него внимание. И маск показывает максимальные права на файл, которые могут у кого-то быть. Но файловая система тупая. Команды тупые. Поэтому можно сделать вот так, как я вам сейчас покажу. Так делать не надо. Просто поймите, что я сейчас сделаю. Я сейчас возьму и сделаю следующую вещь. Я возьму chmod и скажу, например, у группы отобрать права на запись и исполнение для файла 1. Казалось бы, простая команда. Если мы теперь попросим листинг этого файла, то мы увидим, да, вроде как у нас действительно с группы ушли права. Но здесь есть плюс и здесь есть ACL. И если мы возьмем getf ACL на файл 1, то увидим такую картинку. Что у нас у группы по-прежнему остались права RW. А маска, то есть максимальные права, которые могут быть на файле, стала R-. И в результате этого, что у студента с его правами RWX эффективные права стали R-. То есть, понятно, да, исключительно конвенция, да, исключительно соглашение. Если мы используем ACL, то извольте пользоваться исключительно утилитой setf ACL, а не какой другой. То есть, если есть ACL, то про chmod забыли. Да, потому что напортачите с маской. Поэтому мы отдельно делаем setf ACL минус m mask rwx. Вот так вот это делается. Возвращается маска на место. И мы getf ACL смотрим. Здесь все подчинилось и подчинились эффективные права пользователю. Вот. О чем у меня, собственно, здесь вот написано с примерами. Да. Setf ACL m это модифицировать права. Чаще всего добавить минус x remove. Remove, да. Это эти права. Ну и, соответственно, про маск тоже здесь написано. Вот. Это дополнительная security на файлах. Теперь, что вам еще может либо помочь security с файловой, либо, наоборот, помешать вашей жизни. Это selinux. selinux это принудительный контроль доступа, да. То есть, вот все, что мы говорили. УГО и ACL это, ну, как бы дискретный контроль доступа, да. То есть, мы просто, как бы по типам объектов, да, то есть, по их идентификаторам мы сопоставляем, что можно, что нельзя. Вот. Существует концепция принудительного контроля доступа. Она, кстати говоря, реализована практически во всех защищенных системах. То есть, в Windows есть специальный продукт, который в Windows вводит принудительный контроль доступа. Я не помню, как называется, если честно, но вы можете погуглить. И я видел успешные инсталляции, внедрение инсталляции этих продуктов. Вот. То есть, ну, собственно, в Linux он реализован selinux. Вот. И что это такое, как оно работает. Значит, все, что, все объекты, которые могут быть. Да, понятно, что это процессор там, да, по ядрам. Но тут немножечко расширимся, потому что у нас есть сетка. Значит, пользователь может быть помечен, покрашен теми или иными метками. Процесс может быть покрашен теми или иными метками. Файл может быть покрашен теми или иными метками. Да, просто могут быть добавлены какие-то метки. Порты, протоколы, интерфейсы сетевые. Там, ну, что еще можно придумать? А! Ланы, коннектор к дискам, могут быть помечены. Дальше. Набор одинаковых меток. Меток формирует security-контекст. А дальше вы говорите, что, например, у нас вот этот контекст может иметь доступ к какому-то другому контексту. То есть вот мы пометили все меточку, да? Ну, простой вот стандартный пример, который вот здесь вот используется. Мы взяли и, например, пометили http меточкой все процессы, которые метим при запуске каждого процесса. Его метим меточкой http. Вот. А файлы, к которым принципиально может иметь доступ к http-серверу, мы метим меточкой www. И дальше мы пишем правило, что контекст http может работать с контекстом www. Почему это делается? Вот тут вот, наверное, есть следующее. Ну да. Вот этот вот пример дальше идет. То есть... Вот у нас есть веб-сервер Apache, да, например. Патч это такой, ну, один из известных веб-серверов. Вот. И... Apache может записывать... Понятно, да? Он может запустить какого-то пользы, приходит работать в системе. И может записывать во все места, куда ему можно записывать. В том числе, например, в директорию TMP. В директорию TMP могут записывать все. Дальше наш Apache подламывают, да. Атакующий получает доступ к записи в TMP. Записывает туда много. Генерирует много, да. Понятно. У нас три панцессеры падают. Вот еще один вот делается скриптом. И все инстанции сырвера падают. И, в общем, у нас там плохо становится. Соответственно, чтобы этого избежать, вот, мы берем и процесс HTTP красим меткой HTTP-DT. Директорию VVV красим меткой HTTP-SysContent-1. Вот. Там директория TMP метится там какой-то другой меткой. И дальше мы пишем правило, что контекст HTTP-T может иметь доступ к контексту. Вот. Ну, тогда вот система. Насколько хорошо… Понимаете, задачка – вопрос старинный. И как он решается – это тоже такой сложный вопрос. Где это бывает нужно? Ну, знаете, я за последние, наверное, три года не встречал ситуации, когда мне нужен был принудительный контроль доступа. Вот не было у меня таких ситуаций. Но, опять-таки, я же не покрываю… То есть, понятно, да, я работаю с разными системами, в том числе с вот таком нагруженными системами. Но у меня, как бы, вот… Опять-таки, то, о чем мы будем разговаривать на введении в DevOps, нету сервера, да, и вообще, как бы, то, на чем что-то исполняется, оно не живет долго, да. Оно поднимается специально для той функции, которая нужна, и чаще всего поднимается он-демант, когда она нужна. И так же он-демант, она опускается. Вот. И как только в ней что-то не то в мониторе находят, да, она тут же уничтожается, в инстанции поднимается в другой. Современные системы работают все практически так, да. Не важно, что это, контейнеры на кубернетисе, да, сам ли кубернетис, где ноды поднимаются, опускаются так же, или еще что-то. Вот. Наверное, где-то до сих пор есть большие линуксы стационарные, которые хвостят там какое-то бизнес-приложение, может, наверное, есть. Вполне вероятно, да. Да. И вот там, наверное, это должно работать. Сталкивался я с этим, наверное, лет 7 назад. Там была некая прикладная, она даже не банковская система, но она была финансовая система крупной корпорации, аналитическая финансовая система, и там она много, у нее было разных интерфейсов юзеровских, в разных сторонах. И вот она была, да, и мы менеджили, и у нее начинались проблемы с секьюрити, и там у кого-то, он к нам пришел и сказал, давайте вы вот накатите систему, которая, я скажу, это не сильно, да, это была аналогичная система. Вот. Мы накатили, но в следующей версии система, она уже была переписана на микросервисную архитектуру, и была закончена по-другому. И там эти проблемы с секьюрити, они ушли сами собой. Но, опять-таки, возможно, когда-нибудь это понадобится и это вас заденет. Вот. Теперь, где это на вас может напасть? Вот самое противное, что вот это все на вас может напасть. Напасть она на вас может в рамках дистрибутивов от Red Hat. И вот, в частности, в самом интерпрайзном Red Hat дистрибутиве. Дело в том, что там SE Linux включен по умолчанию и включен в Enforce Mode. Вот там написано у меня на слайде, да, что есть моды, в которых он может работать, да, режимы. Он либо может быть выключен совсем, либо у него может быть Permissive Mode, да. Там, где все правила выполняются, но как бы не реально выполняются, а как бы просчитываются и все нарушения логируются. Такая Permissive Mode, то есть он разрешает доступ, но идут в лог. Либо в Enforce Mode, где все правила проверяются и выполняются. Может писать, может не писать, по-моему. Там, ну, здесь написано Don't Lock, видимо, наверно. Логично. На самом деле, может писать это. Вроде включен. Там, ну, совершенно стандартно. Вы накатили на Red Hat Apache, вы предложили свой статический сайт, заходите, у вас акцесс динайд. Вы проверяете конфиг Apache правильный, вы проверяете права на файлы с ним все правильно, запускайте Apache, акцесс динайд. И вот вы бьетесь всей тушкой, да, почему у вас это дело не запускается, а всего лишь Linux Enforce Mode, который нужно либо пойти и выключить, а выключается он в файле etc.selinux. Ну, то есть, etc.s.config.selinux, вот здесь на слайде есть, или в Red Hat, или etc.selinux.config. в Debian, пойти и его выключить там, в этом файле. Либо там же его настроить. Да, то есть, покрасить метки метки. Вот, ну, понятно, что, ну, скажем, оказывается, выключить карту. Ну, там в этом файле, там в этом файле прямо мода. Ну, я не знаю, давайте посмотрим. У меня здесь должно быть у нас, да. cd, etc, c linux, mo. Ну, и вот, смотрите. Вот чего тут. Module Store, policy version. Ну, у нас же этот самый Debian. к бунту это Debian. К бунту это Debian. Ну, в общем-то, здесь не включен просто. Да, если бы мы смотрели в Linux, там было бы прямо там, модуль, ну, мода текущая, да, там, вот она здесь включена бывает. В этом файле на самом деле getEnforce и setEnforce помогает, да. Давайте, sudo get, а, нету. Ну, то есть, нету. Ну, здесь нету, да. Короче, идете вот в этот вот файл и там его выключаете. Там видно, как его выключат. Да? И там написан комментарий, да? То есть, вот поставили. Вот. Значит, это может вас догнать на вот таких тяжелых коммерческих дистрибутивах, где почему-то модно его включать в Enforce Mode по умолчанию. Ну, хотя это в современном мире не должно работать. Вот. Ну, и, соответственно, здесь вот просто файлики вам как бы оставлены для того примера, как это делаем менеджерить. Вот. Но... И на самом деле все это требует вычислительных ресурсов, все это тормозит, но как бы иногда бывает нужно. Хотя я вот так вот сходу в современном мире не вижу, где бы это могло применять. Ну, оно есть. Понятно, что Linux тяжелая система, разные применения есть. Ну, наверное, кто-то что-то... Ну. Так. Соответственно, про файловые права я с вами закончил. Вот. И, соответственно, мы с вами поначинаем что-нибудь еще. Я... Сейчас.